Совсем скоро в тюменских автобусах пассажиры услышат информацию о людях, в честь которых названы городские остановки. Отдельный блок будет посвящен 70-летию Победы. Ну а о том, как будут украшены сами остановочные пункты и не только, мой коллега Дмитрий Наумчик узнал у заместителя главы администрации города Тюмени Максима Афанасьева. Доброе утро, Максим Викторович. Доброе утро. Мы знаем, что к 9 мая будут реализованы некоторые идеи конкурса «Твоя Тюмень». Давайте поговорим о них. В частности, где будут установлены и будут ли установлены какие-то памятные знаки в тех местах, где в годы войны располагались предприятия, которые работали на, собственно говоря, Победу. О них можно что-то узнать? Очень интересная идея была внесена нашими жителями в части установки памятных знаков на территориях тех предприятий, которые в годы войны отдавали все для фронта. Оказался вопрос интересным, но не таким простым для того, чтобы его в сколь сжатые сроки реализовать. Мы сейчас ведем работу с историческими справками, с архивными данными для того, чтобы четко знать достоверно, где располагалась та или иная территория предприятия, чтобы там увековечить память о камене, на котором зафиксировать информацию, что здесь был тот или иной завод. Что-то уже известно? Да, конечно. Мы до 9 мая однозначно установим на территории бывшего завода «Струймаш». И для того, чтобы наши потомки знали, что именно здесь была территория, мы эту работу проведем сейчас досконально и в течение года, поскольку ведь важно в год юбилейный, в 70-летие Победы, эту идею реализовать. Еще какие-то идеи вы можете отметить? Да. Была очень интересная идея по посадке 70 деревьев, приуроченных к 70-летию Победы. Мы, посовещавшись с нашими жителями, с ветеранским движением, определили такую территорию – сквер Победы, который располагается на территории Восточного административного округа. Как раз в этом году мы запланировали торжественное открытие 7 мая данной территории, и в этот день будет посажено у нас 70 саженцев. Это не маленькие саженцы, это крупномерные, до 2-2,5 метров деревицы. Ели голубые будут посажены, рябины. И самое главное, что этот проект у нас реализуется не за счет бюджетных средств, а исключительно за счет привлечения спонсорских средств. Для этого мы в рамках федерального проекта «Лес Победы» под эгидой нашего городского совета ветеранов открыли счет «Дерево Победы», наш городской, куда все физические и юридические лица перечисляют денежные средства. На вчерашний день уже порядка более 400 тысяч рублей туда поступило. Все идет в плановом режиме. Поэтому всех призываю принять участие и внести свое лепто. Поступало еще предложение как-то особенно оформить остановочные комплексы. Вот что это будет? Да, мы эту идею тоже внимательно изучили, и будем ее реализовать по двум направлениям. В первую очередь на тех остановочных павильонах, которые имеют наименование в честь героев, в честь лиц, которые отдали свою жизнь за нашу родину, мы разместим информацию на формате А2 с изображением наших героев, в честь которых название имеет остановка, с краткой биографической справкой. Саму информацию о данных героях мы согласовали с нашими советами ветеранов, и к 1 мая данные сведения уже могут быть доступными для всех наших жителей. А что новое будет использовано в праздничном оформлении города? Вот я слышал, что как-то по-особенному будут оформлены газоны с использованием материала мульча. Вот что это за материал такой? Да, да. Ну, вообще я хотел отметить, что в этом году мы празднованию подошли по-серьезному и разработали заранее концепцию праздничного оформления города, для того, чтобы все наши участники, которые задействованы в оформлении, это и предприятие, это и бюджетный сектор, и общественный транспорт, имели возможность по принципу единому, стилизованному, применить оформление своих объектов, территорий, транспорта, при этом, чтобы это было недорого. Сама концепция размещена на портале TUMINCITY.RU, с которым можно ознакомиться. Вот. Из нового хотел бы сказать, что мы в этом году хотим вернуть традицию из давних времен и обустроить на наших уличной дорожной сети установку так называемых флаговых костров, для того, чтобы в это время красочно поднять настроение наше общее городское. Из оформления газонов, да, внесли предложение нам институт экологии осуществить оформление ряда газонов на городских улицах из так называемой щепы в виде георгиевской ленты, которая в конечном итоге может быть использована в качестве применения как удобрения для почвы, и, соответственно, она будет многоцветная и нести двухфункциональное значение. Максим Викторович, а как проходит акция «Бессмертный полк» и как можно принять в ней участие? Для этого мы предлагаем всем нашим жителям принять участие именно 9 мая, прийти, взять с собой фотографию на формате А4 своего родного, близкого человека, который отдал свою жизнь за наше с вами сегодняшнее будущее, и встать в ряды колонн наших управ по административным округам. Для этого есть возможность позвонить по телефону в ту управу округа, в которой проживает заинтересованный наш тюмениц, для того, чтобы заранее записаться и организационно решить, куда в какое время подойти. Планируется, что будут оформлены как раз-таки «Бессмертный полк» стилизованно, и все будут нести на флагштоки данные фотографии. Сами флагштоки изготавливаются муниципалитетом, они будут выдаваться в управах, на них только будет прикопляться фотография формата А4. Максим Викторович, спасибо большое за столь подробный ответ на наши вопросы. Приходите еще. Спасибо.